Всем привет! И, наверное, не у всех бывает время поиграть, допустим, в какую-то крупномасштабную игру, типа Драгон Неста, сходить в какие-нибудь рейдики, а скоротать время охота. Поэтому сегодня будет как бы из двух видео состоять игрушки-залипушки, которые можно спокойненько поиграть, которые не затрагивают времени, в которые можно, если что, сразу выйти и заняться своими делами, работой, учёбой. И что-то в этом роде, или просто пойти заниматься делами по дому. Первая игрушка у нас будет сегодня, ну как бы первая часть видео у нас будет про Non-Stop Knight 2. Играл я в первую часть, но тогда она была, конечно, немножко скучновата, что ли. Вышла, по-моему, ну может месяц назад, вторая часть. И вот это прям игрушка такая-залипушка. И, наверное, пройдёмся по основным её достоинствам. То есть, как вы можете видеть, видео тут вертикально, и сама игрушка проходит вертикально. Также у нас есть способности. Три штуки. Три штуки активные, которые мы можем использовать. Разумеется, их всего есть больше. Ну а начнём, наверное, по интересным вещам, по геймплею. А именно то, что тут различные шмотки с различными эффектами. Также есть комплекты. Комплекты, которые дают какие-то бонусы. Допустим, вот комплект отжига, перчатки обжига. Есть две штучки у меня с него. Это комплект обжига. И они дают урон горячим врагам плюс 50%. Плюс горячие враги поджигают других. То есть, довольно прикольная штучка. То есть, есть полярные сапоги, которые дают эффект. И вы замораживаете врагов поблизости. Кажется, секунду наносите на 40% мороза урон, единица урона. Ну, как-то странно перевели. Но вся игрушка на русском языке. И это прям очень приятно. Потому что не надо что-то заморачиваться. Переводить, напрягать мозги. То есть, много различных комплектов. То есть, даже можно зайти в коллекцию. То есть, что собрано, что не собрано. Довольно много я в неё уже поиграл. То есть, уже на последний уровень сложности прохожу я крепости. И пока, кстати, у меня немножко там траблы пошли. Потому что шмота не хватает легендарного. А боссы там очень сильные. Следующие. Это, во-первых, навыки. То есть, есть основные навыки. Вторичные и лучшие навыки. Это навыки, которые наносят больше всего урон. Также они делятся на три стихии. Это лёд, огонь и пустота. И вот из них вы уже можете комбинировать, как бы, свою индивидуальность. Свою... Под свою руку подстраивать. То есть, я, допустим, потому что есть уловка. Отскочить назад, оставить на своём месте обманку. Пробовал. Нет, нет, немножко не зашло. Пока я пользуюсь тёмным зарядом. Обязательно кольцо огня. Сверхновое. Потому что оно наносит довольно много АОЕ урона. Ну и пока, наверное, из лучших навыков. Прям огненное дыхание, которое прям херачит, как, я не знаю, как из огнемёта. Но не всегда оно, конечно, проходит. Также во время прохождения вы можете получать различные сундучки, которые после просмотра рекламы дадут вам ключики, зелёненькие кристаллики, либо ещё что-нибудь. Зелёные кристаллики – это типа донатная валюта. Но собирать её можно как бы и так. То есть, нет такой большой привязки к донату. То есть, я до третьего уровня сложности вообще дошёл спокойно. Только сейчас немножко начинаются траблы на уровнях. Но я думаю, это тоже поправится. Постепенно выбьется новый, более улучшенный шмот, который можно будет поносить. Также пройдёмся по талантам. Тоже четыре активных таланта. И открываются они постепенно с уровнем. Также не могут прокачиваться. За достижение уровня вам даются очки. И как бы тут тоже можно уже делать свою индивидуальность. Не только за счёт скиллов, но и за счёт талантов. За счёт комбинации талантов скиллов. И за счёт комбинации талантов скиллов и оружия. Потому что у меня, допустим, буревестник. Когда действует торнадо, вы наносите критические удары. Использование оружия активирует талант зверства. То есть мы ставим торнадо. Когда мы запускаем торнадо, мы начинаем наносить криты нашим оружием. А когда мы его используем, у нас активируется талант зверства ещё. То есть довольно прикольная штучка. Но я пока торнадо не пользуюсь, потому что огненный, огненный, конечно, тащит. Также, в отличие от предыдущей версии, тут уже есть у нас гильдии. То есть за прохождение инстансов мы набираем очки для гильдийского сундучка, с которого будут выпадать нам ништячки. Также есть бесплатные сундучки. Можно потратить денежку на шмотки. Шмотки, кстати, также можно улучшать. Разумеется, за денежку, за камешки. То есть если мы зайдём, тут вот есть укрепить, улучшить, прорыв. Также есть не только подземелья, есть турниры, за прохождение которых можно подняться в ранге. Либо поднять какие-нибудь ништячки. То есть там шмотки, ключи, фишки. На фишки можно прокачивать наши шмотки. То есть менять им статы, например. Также есть такие лихоземи, которые тоже проходятся. То есть у меня сейчас до 55 уровня дошёл. Уже у меня было красное очень сложно. Теперь у меня пошло сложно. Возможно, попозже надо будет его попытаться зачистить. В общем, в такую игрушку можно поиграть в пути, можно поиграть в метро, в автобусе, да прямо даже на ходу. Довольно удобно, спокойно. Рыцарь бегает сам. Единственное, что вам нужно делать, это прожимать способности. А да, босс появляется только, когда вы его призовёте. Не скажу, что она прям такая кузуальная по сравнению с нынешним MMORPG. Хотя бы даже взять MU Origin 2, которые я пытаюсь не блевануть, пока делаю обзорные. Но реально, там какой-то же истяк. Просто жёсткий-жёсткий автобой. Прям на автобой на всё. Автобой, автоквест. Я даже не знаю, я там нужен вообще нет. А тут от вас зависит очень даже многое. От выставления скиллов, от правильности их использования и своевременного. В общем, победительная такая игрушечка. Это была первая игрушка. Во втором, так сказать, первая часть. Во втором видео будет ещё одна игрушечка данного типа, которая тоже можно поиграть, где-то не затрачивая времени. Да, и у неё, кстати, всегда можно сразу выйти, как бы, и, как бы, никаких проблем не будет, никакой прогресс не теряется, ничего. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и предлагайте в комментариях игры, которые выходят интересные. Возможно, я что-то пропустил. Обязательно скачаю, вместе посмотрим, вместе поиграем. Как, например, предложили поиграть EMU Origin 2. Пока я со слезами на глазах не играю. В общем, всем спасибо и до скорого!